Мы продолжаем Евангелие Матфея, 5 глава, 40 стих. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. С одной стороны все очень понятно, но вот есть другая сторона. А как вообще это? Возможно ли осуществить для человека? Возможно ли это исполнить в своей жизни? И вот когда идет речь именно об этой связи между пониманием и исполнением, возникают очень серьезные трудности для человека. Мы часто в обыденной жизни говорим, умом понимаем, а вот поделать мы ничего не можем. Сердце как будто наше не отзывается на то правильное понимание вещей, которые есть в нашем сознании. И действительно, кто хочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Это действительно для нашего мирского сознания совершенно нереальная вещь. Или кто принудит тебя идти одно поприще. Поприще — это мера расстояния. Но вот если мы обратим свой взор на подвижников благочестия, то мы все-таки бываем поражены тем, насколько они способны исполнить заповедь Христову, буквально. Я вспоминаю преподобного Силуана Афонского. Это святой XX века. И однажды, вы помните, что он был монахом Афонского, Свято-Пантелеймоновского русского монастыря. Его приятель, монах, брат, собрат, предложил ему пойти, можно сказать, на другой конец Афона. Тем более, на то время было достаточно сложно с дорогами на Афоне. Это гористая местность, местами просто непроходимая. И вот собрат говорит Силуану преподобному. Отче, вот в один из монастырей приехал очень известный духовник, старец. Пойдем к нему и зададим несколько вопросов, важных для нашего спасения, для нашей духовной жизни. И на это предложение Силуан отвечает согласием. И вот они уже проделали какую-то часть пути значительную. И собрат Силуана говорит, вот я буду ему задавать вот такой вопрос и такой вопрос. И начинает ему рассказывать, делиться с ним своими пожеланиями. И потом он спрашивает Силуана, отец, скажи, а вот ты, какие вопросы будешь задавать старцу прозорливцу? А он отвечает, говорит, я никаких вопросов ему не буду задавать. И тот недоуменно смотрит на него и спрашивает, а почему же ты согласился идти? И согласился проделать огромный путь для того, чтобы просто идти со мной. И он отвечает, ну ты же попросил меня составить себе компанию, вот я иду. И вот вспоминается житие старицы Гаврилии, это подвижница конца 20 века. Она всю свою жизнь посвятила уходам за больными проказами в Индии. Она была гречанкой по происхождению, православной монахиней, и вот она служила прокаженным. И вот когда ее просили куда-то идти, она не задумываясь давала свое согласие. Даже если ей предлагали пересекать границу и уезжать в другую страну, для того, чтобы кому-то помочь. То есть она настолько буквально исполняла именно эти слова, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Мы знаем также о святых, которые отдавали свою одежду, когда у них просили верхнюю, они отдавали и нижнюю. И Господь хранил своей благодатью, покрывал своей благодатью, и не была видна их нагота. Для нас это совершенно не поддающиеся вообще какому-либо анализу поступки этих людей. И вот об этом мы сегодня как раз и будем говорить. Именно основная тема, а для нас это не просто тема, для нас это проблема, которую поднимает для нас Спаситель. Он просто говорит, но мы воспринимаем это как проблему, потому что для нас она не решена, эта проблема. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. И от взявшего твое не требуй назад». Помните, когда у некоторых подвижников воры приходили и забирали что-то, и когда они спустя какое-то время возвращались к себе в келью, в свой домик, и обнаруживали, что их обокрали, то они догоняли своих грабителей и отдавали какие-то еще вещи, которые у них были, и говорили, «А вы это забыли взять». И вот настолько для нас кажется чем-то сказочным, нереальным. Неужели такое может быть? Да, может такое быть. Просто мы живем в другом мире, других отношений. И для нас это кажется совершенно невозможным и нереальным. нам просто нужно на какое-то мгновение допустить, что есть мир других людей. «Давайте, и дастся вам мерую доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваше. И по какой мерою мерите, такой уже отмерится вам». Действительно, эти последние слова, «какую мерою мерите, такое и вам будет отмерено». А вот какую мерою мы мерим? Вот даже эти заповеди, которые звучат вот сейчас, мы сразу же пытаемся оценить. То есть мы мерою своего опыта жизненного меряем эти заповеди. То есть представьте себе, у нас кривое мерило, кривая линейка, но мы пытаемся какие-то ровные вещи измерять, что мы в результате получим. И поэтому, если мы в Евангелии чего-то не понимаем, то это говорит только о том, что или не пришло время, потому что мы еще, видимо, не выросли в ту меру понимания, как, скажем, ребенок, пришедший в первый класс, он не понимает, что есть какие-то более возвышенные предметы, скажем, за пятый класс. Ему они будут непонятны. И вот, когда идет речь в Евангелии о вот таких вещах возвышенных, то здесь идет речь о неком нормативном евангельском человеке. И вот это называется мера возраста Христова. Именно таким образом определяет апостол Павел. То есть есть разная мера возраста, то есть возрастания. Вот мы называем телесное возрастание младенчество, отрочество, юность, зрелость, старость. И в духовном развитии человека тоже есть свое возрастание. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Это Левит, 19 глава, 18 стих. Ветхий Завет. Но давайте попытаемся разобраться, а вот что же все-таки Ветхий Завет предлагает для человека? Мы много уже говорили, мы изучали Ветхий Завет. Но сейчас мы пытаемся кое-что резюмировать. Первое, что характерно для Ветхого Завета, это завет Бога с человеком. И вот когда Бог заключает свой Завет с человеком, а нужно заметить, что в этом Ветхом Завете, который для нас определен книгами Ветхого Завета, было несколько Заветов. Был Завет и с Ноем, и с Авраамом, с Моисеем. И это все были различные формы договора. Завет – это договор. Договор Бога с человеком. И вот Господь составлял этот договор в форме некого закона и предлагал этот закон для избранного народа, для евреев. Но нужно заметить, что вот то, что в нашем сознании является определенным, Ветхий Завет связан с еврейским народом, то мы должны все-таки сделать некоторую поправку. Господь говорит, что закон сей равно должны исполнять и имеют права как евреи, так и пришельцы в народ твой. если эти пришельцы хотят жить среди вас, то для них закон является таким же, как и для вас. Они равноправны. И поэтому некоторые претензии относительно, у евреев относительно того, что только они избранный народ. Нет. И тогда было сказано, в частности, в книге чисел, и не только в книге чисел, и в Таразаконии, это так называемый теократический период истории еврейского народа. Когда еще не было царей, а были так называемые старейшины, судьи. И вот потом, когда Израиль получил царя, то, конечно же, начались очень серьезные деформации в сознание еврейского народа по отношению к пришельцам. И вот закон. Апостол Павел в своих посланиях буквально обрушивает полемику, такую непримиримую полемику на закон. Почему закон это плохо? Да и, собственно, и Изекииль пророк говорит от лица Бога, я дал им закон недобрый, через него невозможно спастись. То есть, получается, все то, что давал Бог в Ветхом Завете, оно является не совсем выражением воли Божьей. Бог чего-то желает от человека другого. Вот представьте себе, чтобы было понятно, чтобы это не были просто какие-то абстрагированные слова, просто какая-то философия, то, о чем сейчас я вам говорю. Если мы перенесем мои слова, спроецируем их в семейные отношения, вот, есть отец, есть мать, есть дети, и вот, когда отец или мать воспитывает своих детей, а педагогические средства бывают даже очень такие, скажем так, жесткие. И нужно заметить, что и бывает оправданы эти педагогические средства, я имею в виду и иногда росгодопустимые, ремени, вот, что попадется под руку в некоторых случаях. И даже об этом говорится в Ветхом Завете, что кто жалеет росги для сына своего, тот не любит его. Но, как вы думаете, разве в этом удовольствие для отца, что он берет росгу в руки? Разве от этого он получает удовлетворение вообще семейной жизнью, что он занимается постоянным воспитанием или мать? Разве в этом радость семейной жизни? Постоянно говорить «Этого не трогай, к этому не прикасайся, туда не лезь, туда не ходи». Это всегда тяжело делать для родителей. И этого они никогда не желают делать, но они вынуждены это делать. И вот когда идет речь о ветхозаветном законе, то идет речь о том, что Бог вынужден давать этот закон для евреев. Но он сам этого не желает. И через пророков множество раз он говорит о том, чего он желает от них. Закон, как говорит апостол в своем послании к римлянам, он возбуждает гнев в человеке. А действительно, если родитель берет розгу в руки и наказывает своего любимого сына, то какая реакция у сына на розгу? Ну, конечно же, гнев. Да, он затаенный гнев, потому что он ничего не сможет, он не может пока противопоставить свою силу отцовской силе. точно так же закон возбуждает в человеке гнев. А почему? Потому что законным грех познается, говорит апостол далее. А каким образом познается грех? Вот пока есть границы, приведу вам такой пример, буквально даже анекдотичный. Один монах новоначальный спрашивает старца, отче, скажи, а вот зачем нужен устав в монастыре? Ведь я смотрю, монахи его нарушают. Говорит, хорошо, а если бы не было устава, то кто же знал бы, что они нарушают? И действительно, тогда можно все. А если и когда священник венчает супругов, он говорит, обращаясь к невесте, а ты, жену, храни пределы закона, занята так облаговоли Бог. То есть на женщину возлагается хранение закона, потому что именно закон является некой оформленностью в семью. Только понятно, что вот если женщина вступила в брак с этого момента, значит, у нее есть муж, и она должна знать какие-то границы. А если эти границы не будет, то будет ли это брак? Конечно, это не будет брак. Равно, конечно, это имеет отношение и к мужу. То есть муж тоже должен хранить пределы закона. Но почему в данном случае обращается именно священник с этими словами к жене? А потому что жена, она является хранительницей семейного очага. именно женщина, как правило, домохозяйка. Она постоянно созидает домашний очаг. Мужчина, он по полям с луком и стрелами добывает пищу для очага. И вот, что же мы видим? Что закон, а ведь закон, разве вот если человек нарушает закон, закон может ему помочь исправиться? Нет, конечно, закон это граница. Закон не имеет силы помогать человеку, а значит он бессмысленная вещь. И если даже перенести опять-таки то, о чем я сейчас пытаюсь рассуждать в семейные отношения, если дети не будут вести себя противозаконно, нужно ли напоминать о существовании каких-то устоев семейной жизни? Да не нужно об этом говорить. Человек может всю жизнь прожить и не знать где находится милиция и где находится суд. Несмотря на то, что всю жизнь прожить в городе рядом с этим зданием, а потому что он не будет в конфликте. Конечно, закон для всего мира античного, я имею в виду в первую очередь римлян, потому что именно им принадлежит гений закона. Греки, они тоже культивировали закон. Замечательно по-моему Платон сказал такие слова, что вне закона только животные и божества. Почему? Потому что люди живут в плоскости закона, в плоскости каких-то норм поведения, этических, ритуальных, моральных, физических и так далее. Но вот блаженный Августин произносит совершенно абсурдную вещь для закона. Он говорит «Люби, делай, что хочешь и будет правильно». Но как так можно? А что такое любовь тогда? Вот об этом мы сейчас и поговорим. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот когда идет речь о любви, то о чем идет речь? Что это такое любовь? Прежде всего, мы должны помнить, что любовь это Бог. Бог есть любовь. То есть, мы часто о любви говорим в категориях каких-то эмоций, переживаний. даже если мы будем говорить в категориях жертвенности или самопожертвования, это все равно еще не будет любовью. Потому что об этом говорит апостол Павел в своем гимне о любви. Если даже я отдам тело свое насажение, а любви не имею, то я медь звенящая. Или если я все то, что имею, отдам, раздам, а любви не имею, я кимвал, который звят то есть любовь не тождественна самопожертвованию и жертвенности. Любовь это другое. Бог здесь конечно Господь дает определенные пути для того, чтобы начать любить а начать любить это подражать Богу прежде всего. Потому что Бог для нас является мерой всех вещей. Не так, как предлагает нам античная мысль мыслить. Человек мера всех вещей. Для нас не может быть человек мера всех вещей. а а как человека мы возьмем Мария Ивановна Василия Петровича кого мы собственно возьмем за эту меру всех вещей. Может кто-то сможет сказать я мера всех вещей. Бог для нас является мерой всех вещей. Потому что человек он склонен ко греху. А значит он всегда искажает внутри себя истину. И здесь говорится если кто-то вас проклинает то вы благословите. Это очень хороший совет. Я помню когда молодой человек мне рассказывал он ехал в маршрутке и зацепил своей сумкой бабулечку. И вот она стала его проклинать. Говорит я даже я не понимал вообще что происходит и почему это вообще. Вот она говорила какие-то грязные страшные слова. И говорит у меня до такой степени разболелась голова у меня такое было чувство что я сейчас умру и поэтому я вышел на следующей остановке и вот он позвонил мне в тот момент когда с ним это происходило я говорю ему что нужно проклинающий благословитель и когда я ему продолжал говорить еще что-то то он говорит я ее благословил и говорит меня сразу же отпустило вот вам самый простой пример благотворите ненавидящим вас если кто-то ненавидит я имею ввиду здесь Господь расшифровывает какие есть враги и как мы должны на этих врагов реагировать не значит что мы должны впадать в какое-то состояние какой-то сверх такой знаете сентиментальной какой-то чувственности нет Господь говорит о действиях совершайте действия благотворите ненавидящим вас молитесь за тех кто вас обижает а ведь если нас кто-то обижает молимся мы из-за этих людей если уже мы начинаем молиться значит мы начинаем любить значит мы начинаем подражать Богу а значит он для нас является любовью потому что он является примером и образцом для нашей жизни да будете сынами отца вашего небесного и вот здесь начинается совершенно удивительная педагогика будет Господь до конца седьмой главы именно об этом говорить о том что самый центр вашей жизни это отец отец небесный да будете сынами отца вашего небесного то есть смотрите в какой взаимосвязи стоит любовь к врагам а мы становимся отца детьми отца небесного вот что важно некоторые читают молитву отче наш если они ненавидят врагов значит Бог для них не является отцом ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных значит мы начинаем подражать Богу он-то на всех посылает дождь а ведь дождь это благословение на земле все жаждут ибо ибо если вы будете любить любящих вас какая вам награда не то же ли делают и мы три действительно любить любящих одно удовольствие может ли в этом быть какая-то сложность для человека и когда говорят ну вы знаете встречается много хороших людей конечно много хороших людей но не все берут как образец для подражания Бога который посылает свою дождь над злых и добрых и если вы приветствуете только братья ваши что особенного делаете не так же ли поступают и язычники а у нас как если где-то какая-то ссора произошла так идут навстречу друг друга а потом переходят как только увидели друг друга на другую сторону вы понимаете это шанас не так же ли поступают язычники а сейчас мы должны сразу же понять кто так поступает как мы поступаем да язычники так поступают но язычники то Христа не знают и поэтому естественно и если делаете добро тем которые вам делают добро какая вам зато благодарность ибо и грешники тоже делают если взаймы даете тем от которых надеетесь получить обратно какая вам зато благодарность ибо и грешники дают взаймы грешникам чтобы получить обратно А ведь помните, как в притче говорится, «Блакотворящий бедному дает взаймы Богу». У Иоанна Златоустова замечательные слова в этом отношении. Мне просто хотелось бы процитировать. «Сделав доброе дело, говорит Златоуст, не ищи благодарности, чтобы иметь тебя должником самого Бога». То есть, если мы даем и не требуем назад, то значит, должником становится сам Бог. А почему Он становится должником? Может, это просто красивая метафора? Нет, это не просто метафора. Потому что Бог призывает нас к этому. А раз Он призывает, значит, Он несет ответственность за свои слова. Это мы не несем ответственности за свои слова. А Он, если говорит, значит, Он несет ответственность. Значит, Он компенсирует недостаток тому, кто дает взаймы и не требует получить обратно. И далее он говорит, как бы от лица Христа, в чем ты нашел меня неблагодарным, какую бедность у меня нашел, что оставив меня идешь к другим, одному дал займы, а с другого требуешь. То есть он говорит, неужели я беден, то есть Христос, неужели я беден, чтобы не воздать тебе за то, что ты сделал одному из малых сих. Потому что малые сие, это мои дети, я о них переживаю. Если ты способен поделиться с моими детьми, то неужели я тебя забуду? Ведь вы мое присутствие, говорит он, обращаясь к христианам. Почему мы причащаемся к телу и крови Христа? Для того, чтобы быть сопричастными не только его плоти и крови, как к чему-то статичному, но и прежде всего для того, чтобы выражать его действия в этом мире, в истории. Ты дал взаимы Богу, с Него и требуй, продолжает уже злодовольство. И поэтому меня это выполнимо. Но мы только что говорили с вами, что может быть невыполнимо для Марии Ивановны, а вот для Василия Ивановича выполнимо. Понимаете, и вот в этом вся проблема. Что для кого-то нет, а для кого-то да. Я вспоминаю одного питерского известного праведника, я сейчас не помню точно, это было до революции, и он сказал однажды такие слова. «Помогите мне, я очень богат». И вся его жизнь была в том, чтобы раздавать нищим. И он, сколько он раздавал, он никак не мог раздать все то, что он имел. Кто-кто? Время вверх. Да-да-да-да. Фрисков. Что-что-что? Золотых фрисков, совершенно верно. А потом он жизнь закончил на Афоне, в Свято-Пантеримоновском монастыре. Вот я не помню сейчас вот. Я просто помню его слова, что «помогите мне очень, потому что я очень богат». Афон на территории Греции. Греции. Да. Да удивительный человек был. Да и Серафима Вырицкого, если вы помните. Серафим Вырицкий, так вот, жил в 20 веке. Он принадлежал в Санкт-Петербурге к второй гильдии богатых людей, помещиков. Пушниной занимался. За традиции. Да, то есть это настолько был удивительный человек. У него это просто был миллионер, обладал огромными средствами. А закончил монахом. И сейчас мощи его покоятся, Серафима Вырицкого, рядом с Санкт-Петербургом. Да, Вырицкий, совершенно верно. Там же и покоятся мощи его супруги, Серафимы. Сын у них был, известный летчик-испытатель. Итак, будьте милосердны, как и Отец Ваш милосердный. Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни Ваши перед людьми, с тем, чтобы они видели Вас. Иначе не будет Вам награды от Отца Вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю Вам, они уже получают награду свою. Удивительные слова, говорит в данном случае Господь. Он говорит о награде. То есть, получается, если человек делает для того, чтобы увидели все его добрые дела, то что происходит на самом деле? Он получает награду свою. Вот эта награда от Бога, она теряется. Потому что люди, которые делают напоказ, они ждут аплодисментов. Они ждут ответной реакции. Ой, какой благотворитель. Кормилец ты наш. Как мы без тебя, сиротинушки. Они уже истинно, говорю, получают награду свою. И Господь как бы учит человека. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Это значит, что мы как бы должны эту милостыню творить в тайне от себя. Представляете? Вот какая глубокая мысль. Милостыня должна быть сделана в тайне от нас самих. То, что ты сделал. Левой рукой. Забудь. Да, правая не должна об этом знать. А мы как сделаем? Левая сделала, а правая погладила. Молодец, хорошо сделал. Вот. Да, и хорошо, еще и здесь погладишь. Вот. Понимаете, как бывает? Чтоб милостыня твоя была в тайне, отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись отцу твоему, который в тайне отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Вот видите, как Господь ценит именно вот это скромное поведение. А молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что у многословия своем будут услышаны. Но некоторые скажут, а, ну хорошо, значит, молиться не нужно, зачем эти каноны, аккафисты и вообще такие продолжительные богослужения. Господь сказал, что, значит, не надо творить, значит, многословные молитвы. Но вы знаете, это ошибка. Почему? А потому что, помните, когда Господь, спаситель наш, удалялся для молитвы, и Он проводил в молитве, что, целую ночь? А мы 20 минут помолились, и, конечно же, мы называем, вот многословие, вот какие же мы многословные. В следующий раз только часть прочту. Молитву Отче наш, и все. И вот действительно, иногда задаешь вопрос, а вы читаете утренние и вечерние молитвы? Да, батюшка, Отче наш, читаю, читаю, батюшка, по нескольку раз. Так, ну, а некоторые скажут, нет, нет, это не про нас, батюшка, не про нас. Мы и Акафиски читаем, и Канон, и Псалтырь читаем. Так что, батюшка, вы не про нас это говорите. Так, ну что ж, ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись от Сын твои. А молясь, не говорите лишнего, это тоже мы уже прочитали. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, и чем вы, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. И вот именно эти слова, они объясняют предшествующие слова. Каким образом? Идет речь о многословии в молитве. Это когда? Господи, дай мне это, дай мне то. Сыну моему это, дочери моей то. Вот, ну, да, может быть, там и про тещу вспомнит напоследок. Нет, Господь знает все, что нам нужно. И поэтому, когда идет речь о многословии в молитве, то идет речь именно о перечислении своих пожеланий. Поэтому молитва, она не должна сводиться в нашем сознании именно к прошению чего-то конкретного. Я имею в виду каких-то материальных благ. Молитва – это прежде всего разговор человека с Богом. И поэтому самое главное, что есть в молитве, это возможность пообщаться с Богом. Совершенно верно. Именно разговор. Вот разговор, он называется молитвой. Потому что именно как бы высшее проявление, сама, можно сказать, кульминация разговора – это мольба. А мольба – это когда кто-то считает себя все-таки недостойнее и ниже и просит с мольбой у того, кто может дать. И вот поэтому мы как бы общаемся не на равных. Он для нас Отец, Он для нас Бог, Господь. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небеса, засветится имя Твое. Да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, даж нам днись. И остави нам долги наши, якажи и мы оставляем должников наших. И не веди нас в искушение, но избави нас от рукава. Молитва для нас – это известно. Но именно это единственная молитва, которую Господь дает нам Евангелие, которую мы должны произносить в течение своей жизни. Но вот часто мы не отдаем себе отчета. Вообще, какое глубокое значение заложено в этих кратких словах. Отче наш. Вот давайте обратим внимание на эти первые строки. Мы понимаем, что Отец – это начало нашей жизни. Вот мы даже сегодня читали в Евангелии, что в Библии рождают не женщины, а отцы. Но это понятно, что не в том смысле, что как бы Библия отвергает сам факт рождения женщины, а в том, что Отец является истоком его происхождения. И вот для того, чтобы были понятны эти слова, глубина этих слов, мне хотелось бы процитировать другое очень важное место. Любите врагов ваших, благословляйте, проклинающих вас. Это то, что мы уже только что читали. И вот в конце говорится «Да будете сынами Отца вашего». То есть получается, что для того, чтобы быть сыном Отца Небесного, для этого нужно любить своих врагов. И вот Господь в другом месте в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 41 и 44 стихах, говорит, «Обращаясь к иудеям, осуждая их действия, вы делаете дела Отца вашего». На это сказали ему, «Мне от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел, ибо Я не Сам от Тебя пришел, но Он, Отец, послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего, ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего». И вот когда Спаситель предлагает для христианина молитву Отче Наш, то Он связывает Свою судьбу с нашей судьбой, как брат с братом, как брат с сестрой. Он, предлагая эту молитву, не говорит, «Отец мой», а Он говорит, чтобы мы произносили «Отче наш». И Он говорит, «Кто может быть Моим братом для того, чтобы Отец Отцом был для Него Бог?» Это человек, который должен расслышать первенца, сына, услышать слова, которые произносит Господь наш Иисус Христос. Но вы Словом и Его не можете слышать, потому что Отец у вас другой, говорит Он. Вот в этом для нас огромный урок. Вот все непонятен. Непонятен этот момент? Да, вот этот момент непонятен. Отец у вас другой. Основной момент, который говорит о том, что Отец у вас другой, потому что вы не можете слышать Слово Моего, говорит Он. То есть Слово, которое я произношу, оно не находит отклика в ваших сердцах. Вы постоянно противоборствуете тому, что я говорю. Вы постоянно завидуете тому, что я говорю. Ведь помните, в каком конфликте иудеи находились постоянно с Христом? Вы знаете, самый страшный момент, о котором скажет Евангелие нам. Помните, как иудеи, это 19 глава Евангелия от Иоанна, он скажет, иудеи скажут такие слова. Мы имеем закон, то, о чем мы говорили с вами, и по закону нашему он должен умереть, то есть Христос. Вы вдумайте, сейчас здесь очень важное определение. Иудеи кичились тем, что у них есть закон. И вот они приходят к такому выводу, что по этому закону должен умереть Христос, Сын Бога. Вы вдумайтесь, кто давал этот закон? Отец давал, Сын Божий, в конце концов, потому что мы помним, что выполнял, исполнял волю в Ветхом Завете тоже Сын Божий. Он был словом Отца своего. Он доносил волю Отца к человечеству. И как так получилось, что закон, который Бог дал, и по этому же закону евреи утверждают, что он должен умереть, Сын Бога. Тот, кто дал этот закон. Вы представляете, какое безумие охватило умы и сердца евреев того времени? Естественно. И вот сейчас самое важное, что мы обнаруживаем. Здесь идет речь именно о том, кто же все-таки может быть Сыном, для кого Отец есть Отец. Тот, кто слышит прежде всего первенца, Сына, и тот, кто любит врагов своих. Именно кто говорит о любви к врагам? Сын Божий. И Он говорит, если вы будете любить так, как Я люблю, потому что, помните, на кресте, когда Спаситель висел, Он сказал, отче, прости им, потому что они не знают, что делают. Вот истинно была любовь к врагам. Вот когда мы произносим слова молитвы «Отче наш», то как много должно пронестись разных размышлений на эту тему. А являемся ли мы детьми его? Потому что они любят врагов. Если мы не любим врага своего, значит, мы не дети. Если мы не хотим слышать слова «Сына», значит, мы тоже не попадаем в категорию братья приста и сынов, и сыновей, и дочерей Отца Небеса. Отец, конечно, для нас это то, что связано с семьей. И, конечно, на сегодняшний день я считаю сакральность, духовность семьи спрофанирована именно тем, что семью превращено современным языком, я имею в виду языком, это то, что мы можем слышать из средств массовой информации, то, что звучит постоянно на устах наших окружающих людей. Есть женщины, которые говорят, «Я хочу родить ребеночка для себя». Как звучит? Очень умилительно для современного человека. И некоторые спрашивают, «Ты молодец, действительно, как здорово, ребеночка для себя хочешь родить». А если она скажет, «Хочу двоих родить», это совсем уже, вы знаете, это предел совершенства, мать-героиня. Хорошо, вот когда она размышляет, так она думает в этот момент об этом ребеночке. А ведь ребеночку-то нужна не только мамочка, чтобы этот ребеночек был от воспитания мамочки, знаете, как кот с бантом таким большим, такой пушистый. а он должен этот ребеночек иметь отцовское воспитание. И вот настолько испоганен образ семьи в современном обществе, что когда звучит слово «отец», то вообще-то никак не отзывается в нашем сердце практически. Отец, да и отец. Ну, кто такой отец? Ну, понятное дело, тот, кто зачинал, отец, ну, в лучшем случае еще, знаете, ну, это зарабатывает деньги на заработках. Бывает редко дома, видим его раз в год. А на самом деле ведь это трагедия. А для чего зарабатывает деньги? С одной стороны, все сейчас воспринимают как героизм зарабатывать деньги. Ну, хорошо, заработал он деньги. Но вы же знаете приблизительно как сценарий развивается вне отца дома и когда он приехал. Конечно, есть исключения. В любом правиле есть исключения. Но, как правило, это всегда трагедия. семья, потому что семья это когда все вместе. Это когда единство, когда дети чувствуют отца и отец чувствует своих детей. Ведь если отец находится длительное время вне семьи, он даже приезжает домой уставший и говорит «Детки мои милые, поиграем сегодня в мавзолей». Вы охранники, а я лень. ну вот, вы знаете, потому что на самом деле так бывает. Конечно, мне просто хотелось скорее поднять, может быть, саму проблему. А проблема именно заключается в том, что именно вот эти священные слова «отец», «мать», как раньше «мать, благословите меня в путь дорогу». И мать осеняла крестом святым, и ребенок, сын, чада лапзала руку матери. Не просто, как сейчас там щечку, ну, щечку это неплохо, конечно, но руку поцеловать это совершенно другая плоскость отношений. Тому, кому целуешь руку, не скажешь просто так. Знаешь, ты мне уже надоела своими нравоучениями, ладно, вот, знаешь, вот там, говори кому-нибудь другому. И отцу, которому поцелует чада руку благословляющую, тоже не скажет просто так. Какую-то глупость, потому что отец, о, ну, отец, отец-мать. И, конечно же, жизнь этого человека будет складываться по-другому, потому что в нем есть понятие священного, святого. И мы можем войти в это пространство священного. Помните, какой урок преподносит нам книга «Исход», когда Моисей приближался к терновому кусту, который горел, не сгорал, земля, на которой стоишь, место святое, сними обувь с ног твоих. Вот какое благоговейное. А если есть благоговейное отношение к святыне, к священному, если отец и мать являются таковыми, это совершенно будет другая картинка развития семейной жизни. Правильно, а потому что как раз вот именно вот это слово «Отец», вот «Отец» слово в молитве «Отче наш» и «Матерь Божия» для нас вот заходит человек в храм и что он встретит во множестве образы кого? Матери Божией. Но обязательно Матерь Божия в большинстве случаев будет держать младенчика на руках. И какое умилительное единство Матери и Чада. Понимаете, вот когда человек был воспитан на вот этом словословии «Отцовство», «Отца как Вседержителя», а Мать как любвеобильную, всегда милующую, то, конечно, и будет отношение совершенно другое к семье. Сущий на небесах. Вот вы знаете, здесь очень важная деталь тоже для нас открывается. Ведь сущий на небесах Отец значит, это тот Отец, которого мы еще не знаем. Мы только знаем о том, что Он есть, потому что нам предложено обращаться к Нему молитвы. Мы Его не знаем. Если кто-то скажет, что мы знаем, нет, мы не знаем Его. Нам только предложено Его Сынам обращаться к Нему. Он на небесах. Представьте себя. А если у нас все-таки состоится эта встреча с Отцом, который всю жизнь любил нас, но которого мы не видели, мы всю жизнь чувствовали Его заботу, Его руку, и в то же время мы Его не видели. Для кого-то это является предмет очень серьезных размышлений и устремлений. Многие только и думают о том, чтобы встретиться с Отцом Своим Небесным. Это не умоление Отца земного, ни в коем случае. Но когда идет речь об Отце Небесном, то идет речь о неком родстве между людьми. Мы перерастаем узость своей семьи, не отрицая в то же время свою малую семью. Но мы становимся детьми Отца всего мира, для которого дороги все люди. И вот когда человек осознает себя частью всемирной семьи, может ли у него подниматься рука для того, чтобы кого-то убить, уничтожить? Мы видим, какие вытекающие последствия положительные для такого размышления у человека появляются. И какой узкий и плоский мир для того человека, у которого нет такого всеобъемлющего понятия всеединства. Через Отца досветится имя Твое. То есть имя Твое должно светиться, мы должны благоговеть то, о чем мы уже говорили, добрие царствие Твое. То есть мы желаем, чтобы наконец наступило торжество этой семьи как царство. Представляете? Потому что даже если мы рассмотрим малую семью, то в каком-то смысле это будет напоминать положительная семья, я имею в виду, она будет напоминать некую модель царства, потому что там будет единство. Но единство иерархическое, не демократическое. Демократия только в аду. А в Царстве Божьем демократии нет. А разве может быть демократия? Можем ли мы сказать, что Серафим Саровский или тот же Серафим Вырицкий, который тысячу дней и ночей простоял на камне, молился, можем ли мы сказать, что он такой же, как и я? Да мы себе не можем такой мысли допустить, правда ведь? Потому что мы видим, какой подвиг он совершил для того, чтобы исполнить волю Божию. Или тот стариц, о котором мы говорили, который отдал свою последнюю одежду, или тот, который пошел два поприща, когда его попросили одно пройти. Неужели мы можем быть в неком осознании того, что мы равны? Да не позволит нам наша скромность и смирение, если у нас есть. А если мы гордые, так делать то в Царстве Божьем и нечего. И вот в данном случае да приедет Царствие Твое. Мы не должны, конечно, воспринимать Царство Божие как некую геспотию, но опять-таки, почему мы можем так воспринимать? потому что именно в нашем сознании возникают те известные нам модели иерархического устроения земного государственного бытия. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. То есть, получается, что это Царство будет устроено по принципу исполнения воли на земле, как на небе. Вот в этом именно гармоническом иерархическом устроении взаимоотношений и есть Царство Божие. Хлеб наш насущный дай нам сегодня. Почему мы на завтра не попросим? Мы можем все-таки на завтра еще попросить? Но мы-то как раз уверены в другом, что мы завтра будем жить. но просим только на сегодня. Для нас это очень скромно. И поэтому, вы знаете, нам все-таки нужно поразмышлять над этим. Когда мы просим хлеба насущного на сегодня, то мы уже обладая определенным опытом исследования текстов библейских перенесем свое внимание в книгу исхода. Вы помните, когда евреи сорокалетнюю прогулку совершали по Синайской пустыне? Вы помните? И вот когда манны кормил их Господь, можно ли было собирать на следующий день? Нельзя. Нельзя. А вот были персонажи в этой истории, которые собирали все-таки. И чем это заканчивалось? Это все гнило. Вы знаете, это все для того, чтобы человек учился доверять Богу. Вот понимаете, вот когда ребенок приходит за стол, и мать наложила ему каши в тарелку, ему она очень нравится, то, конечно, когда он будет выходить со стола, он обязательно припасет себе еще дополнительной каши, и уйдет в свою детскую комнату с миской каши на завтра. Но это же смешно, правда ведь? Значит, у нас бывает и такое, но это скорее может быть исключение. Бывали голодные годы, может быть. Так вот, если мы посмотрим на именно эти две картинки и сравним их, то получается, что у нас доверие больше земной матери, земному отцу, чем к невестам. Потому что земной матери мы доверяем кухню с вытекающими отсюда последствиями. Каша завтра будет, как и сегодня. И поэтому мы не берем, не прячем кашу на завтра, а вот когда идет речь о взаимоотношениях с Богом, вот мы тут пытаемся что-то припрятать. мало ли, может быть, все-таки Бог занят будет завтра. Семья-то у нее какая большая. Всех пойди накорми. Может, обо мне и забудет. хлеб наш насущный даже нам на сегодня. С этой стороной понятно. Вот есть еще другая сторона. Вот на греческом языке насущный звучит, как эпиусиос. Эпиусиос в переводе буквально как сверхсущий. Сверхсущий. То есть, это необычный хлеб, потому что мы не называем батон хлеба с булочной сверхсущим хлебом. Сверхсущий это только евхаристический хлеб, то есть, тело Христово. Присуществленное просвора в тело оно является сверхсущим хлебом. И когда идет речь о том, чтобы Господь дал нам хлеб насущный, то идет речь именно о евхаристическом хлебе. И отсюда раннехристианская церковь причащалась прежде всякого дела ежедневно. Священник совершал воскресение богослужения или другие, и затем каждый подходил с дароносицей, который имел и получал на каждый день частичку причастия. И уходил домой с этим причастным для того, чтобы причащаться ежедневно. Без литургии? Без литургии. Так, а дело в том, что я без литургии причащаю больных на дому запасными дарами, то есть, именно вот этими дарами, когда к больному он же не выслуживает, не выстаивает литургию, причащается буквально в течение десяти минут, совершается этот чин маленький и причащается. Вот это лишний раз готов, что чаще причащаться. Именно. Об этом я хотел подчеркнуть. Сейчас я не буду вдаваться в подробности, важности этого, потому что я достаточно много времени посвящаю в своих словах. И прости нам долги наши. Хорошая просьба, когда долги нам прощают. Но вот Господь все-таки поставил здесь не точку, а запятую. Как мы прощаем должникам нашим. Вот здесь потруднее. И вот когда идет речь о том, чтобы получить прощение своих грехов, то мы должны помнить именно о том, а как мы прощаем. мы еще дальше коснемся этих слов и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Мы просим, чтобы Господь избавил нас от лукавого и не ввел нас в искушение. Искушение, славянское слово, буквально переводится на русский язык, как испытание. То есть мы просим, чтобы Господь не ввел нас в испытание. То есть здесь мы выражаем скорее свою скромную просьбу о себе. Мы все-таки знаем о себе. И первое знание, которое мы знаем о себе, что мы все-таки люди слабые. Правда ведь? Ведь поэтому мы даже научаемся нашим Спасителям произносить такие слова ежедневно. Не веди нас в искушение. Но если все-таки гром гремит среди ясного неба, а вы знаете, что для русского мужика это полезно, он сразу начинает вспоминать крестное знамение, креститься, молиться и смотреть по сторонам, откуда же ветер дует. Поэтому если загремел гром, значит все-таки наступило время, но избавь нас от лукава. этот персонаж является частью нашей истории болезни, нашей личной жизни, он всегда, что называется, за левым плечом, подсказывает нам, как нам быть, как нам жить. И нужно заметить, что мы не всегда отвергаем его советы, его предложения. большей частью мы все-таки предпочитаем послушать его, и потом это выражается. Да, все-таки я думала, какая она все-таки негодница, стерва, так оно и было, так оно и есть. Вы знаете, вот такие вот, это все от одного, понимаете, это все от него. Да, я помню, как-то на епархиальном собрании духовенство собралось, и что-то один батюшка не сдержался сильно, секретарь епархии встает, отец родной, что-то сегодня утренней молитвы не читал, Знаете, действительно бывает так, что когда что-то мы вот заносит нас по жизни, наверное, где-то мы, если даже и прочитали, то так, знаете, как стихотворение Пушкина, прочитали там, не подумав, ибо Твои есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям в согрешении, кто простит и вам Отец Ваш Небесный. Вот видите, как все просто. Вот здесь буквально все. Вот он путь к прощению наших грехов. А если не будете прощать людям согрешения, то и Отец Ваш не простит вам согрешения Ваши. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают для себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися, истинно говорю, что они уже получают награду свою, потому что все смотрят, смотрите, какое изможденное лицо. Боже Святой. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лице твое. Ну, понятное дело, что когда в том обществе расчесок как таковых не было, вот как проснулся, так и пошел по жизни. И уж если какой-то там гребень касался власть еврея, значит, это был какой-то особый праздник. Он приводил себя в порядок, находил воду для того, чтобы умыть свое лицо. Вот как раз Господь и говорит, знаешь, если ты постишься, то не надо никому показывать, что ты делаешь. Пусть будет для тебя праздником, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который втайне. И Отец, твой видящий тайны, воздаст тебе явно. Видите, как часто мы слышим эти слова. Отец, видящий тайны, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли, ржа истребляют, где воры подкопывают и кратывают. Не собирайте себе сокровищ на небе, но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, Вспоминается забавная такая история, когда один человек, обеспеченный, достигший возможностей больших материальных, и подходит к своему приятелю, с которым учился вместе в школе, а он так беззаботно лежит где-то там на пляже Черного моря. Слушай, тебе предлагаю работу, пойди поработай. Он говорит, а зачем? Ну как зачем? Вот ты будешь успешным человеком, будешь иметь то-то. Хорошо, но я буду иметь то-то. А дальше, говорит, что? Ну а потом ты еще будешь больше иметь и то, и там. И начинает перечислять всевозможные материальные благ, к которым так очень стремятся. Ну а потом, что когда ты уже это будешь? Ну потом ты где-то будешь лежать на пляже отдыхать. Говорит, а я что делаю сейчас? Да, понимаете? То есть как бы... Конечно, мы не можем согласиться до конца именно с этой историей, потому что здесь мы видим просто лентяя, который лежит на пляже. Все-таки человек должен трудиться. Апостол Павел говорит, кто не работает, тот пусть да и не ест. То есть именно труд и питание очень тесно связаны. Мы должны себе задавать часто этот вопрос, если мы там... Так, и вот, я к чему это все сказал? Я сказал это к тому, что когда человек очень связан материально... Понятно, мы все связаны материально. И если, конечно, нас сравнить, может быть, с обществом средневековым, то в принципе мы все сравнительно обеспеченные люди. Но все-таки сколько переживаний у человека, когда он имеет материальные какие-то сокровища. А вот человек, который не имеет материальных, он абсолютно ни за что не переживает. Он свободный человек. И вот монашество, это вот именно о тех людях, которые расслышали это слово. И вот их настолько это зацепило по-живому. Это помните, как у Достоевского Алеша Кармазова, когда он услышал Евангелие. Говорит, если все, что ты имеешь, раздай, продай и будешь иметь сокровища на земле. Он говорит, я не могу так, говорит, как вот, значит, я могу дать только пятак, вот. А здесь говорится о том, чтобы раздать все. И непрестанно молитесь, молитесь ходить только на воскресенье к обедне. Поэтому он принимает такое решение. Идет послушника в монастырь. То есть, его это зацепило в какой-то момент. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть и другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или пить. Не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякой из них. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми бачи вас маловеро». Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Кто может не согласиться с этим? Я не знаю. Конечно. «Все не читаем. Ну, если бы это самое, заботились, тогда не сплошные монастыри, тогда не искусство, ничего не получается. Уходили оборванные». Совершенно верно. «Ну, как это? Я все время на этом…» Вы знаете, это действительно то, о чем мы только что с вами говорили. Потому что мир евангельский – это мир совершенства. А мир совершенства – это мир, который не имеет пределов и границ. И Господь не говорит о том, чтобы делал каждый так. Господь только призывает. Помните, когда юноша подошел к Спасителю и словами «Что мне сделать, чтобы навследовать жизнь вечную?» И он говорит «Исполни заповеди». Он спросил «А какие заповеди?» «Чки отца твою, матерь твою, не воруй, не прелюбодействуй». То есть он перечислил те десять заповедей. И тогда Спаситель… И тогда юноша говорит «Я все это исполнил от юности своей». То есть что мы видим? Что Господь сказал, что этого достаточно, чтобы наследовать жизнь вечную. Что хочешь наследовать – вот это исполни. Он говорит «Я это выполнил». Да, действительно, юноша был благочестивый. Господь не сказал ему о том, что он не прав. В исполнении был каких-то заповедей. Но юноша задает вопрос другой затем. «Может быть, я еще чего-то не сделал?» Господь же не сразу говорит и то, и потом то, что сейчас скажет. «Но если ты совершенен хочешь быть, то тогда все, что ты имеешь, продай, раздай нищим. Возьми крест свой и иди за мной. И будешь иметь сокровища на небе». То есть есть путь спасения и есть путь совершенства. «Но если не падает, то это будет совершенство». Совершенно верно. Но не каждый может последовать этим путем. Не каждый может последовать. «Ватюшка разница какая между совершенствами?» «Это как…» «Это уже не может». «Это те вещи, которые не могут последовать». «Которые не могут последовать путем совершенства?» «Конечно, конечно, именно так и нужно. Но не о завтрашнем дне, секундочку. Когда идет речь о завтрашнем дне? Вот взять такой интересный момент. Вы помните, когда Господь напитал огромное количество тысячи людей? Пять, семь тысяч, четыре тысячи людей. Вы помните, остались продукты? Рыба и остатки хлеба. И что сделано было с этими остатками? Что? Аккуратно собрали. Аккуратно собрали. Для того, чтобы было что на завтрак покушать. Вы понимаете? Но когда идет речь о мании, которую получали евреи ежедневно, там был совершенно другой момент, там Господь воспитывал доверие. А что же здесь? Господь просто напитал, потому что они были голодны. Помните? Но вы помните, они-то восприняли немножко по-другому. И когда Господь пересек Галилейское озеро, и они его нашли, всем тем же скопом. Они его искали, потому что он переправился, они были на противоположном берегу, нашли его. И помните, что Спаситель ему сказал? Почему меня нашли? А потому что ели хлеб и насытились. То есть, вы просто увидели очень даже неплохой источник существования. Они хотели его сделать кем? Земным царем. Конечно, неплохо. Это же вообще, это мечта, понимаете, Никиты Сергеевича Хрущева. Понимаете? Это все вот, понимаете, ничего не делай всем, понимаете, по нужде. И вот, понимаете, есть разные как бы моменты, которые нужно дифференцировать в своем сознании. И вот сейчас мы можем продолжить эту мысль относительно того, что такое «не заботьтесь». Когда мы посмотрим на греческий текст, то там не идет речь «а не заботьтесь». А там идет речь «не терзайтесь завтрашним днем». А вот славянский текст, он еще дополняет одну мысль, нам говорит о том, что не столько о дне здесь идет речь, а о злобе дня. И вот, давайте пытаемся разобраться вообще, о чем же все-таки речь здесь. Я сейчас просто остановил ваше внимание на версиях перевода. Ну, оригинальный текст я вам привел греческий «не терзайтесь». Значит, что мы видим? Заботиться мы должны. Мы должны иметь заботу, потому что это входит в обязанности, обязанности отца, обязанности матери. Но мы не должны терзаться завтрашним днем. Потому что забота – это делание, а терзание – это когда мы душу свою, которая должна быть устремлена к Богу, в молитве, в вере и уповании на Бога, мы терзаем заботой. Вот когда мы стоим в храме и думаем о том, что же мы будем делать завтра, в смысле, что будем завтра кушать за богослужением, это неправильно. Но если мы придем и с вечера будем готовить на завтра, то это будет правильно. И разница здесь огромная. И даже в монастырях, когда, скажем, большой праздник, престольный праздник, на тех же Афонских монастырях, приходит огромное количество паломников. Потому что, если престольный праздник, скажем, в Панкеримоновском монастыре, это значит, что вся братья со всех монастырей будет на престольный праздник, один раз в году приходят в этот монастырь, они начинают готовить за благовременно, за несколько дней, и то нужно приготовить, и это, потому что нужно же много наготовить, потому что будет много паломников, всех нужно накормить. Это противоречит вообще, как вы думаете, если бы, причем многие даже не могут из братьев быть на богослужении, потому что они заняты приготовлением пищи на протяжении, можно сказать, даже нескольких дней. Мы видим в этом нарушение заповеди Божьей, скажите. А представьте себе такую картинку, пришло много паломников. Они проделали огромный путь. Все нашли бдения, которые продолжаются, как правило, на Афоне в течение 16 часов подряд. И потом главный повар монастыря говорит, братья, простите, до свидания, помолились, все, спасибо Господи, до свидания. Я представляю, если бы кто-нибудь в качестве паломников из нас оказался. Так вот, мы должны понять, что забота и терзание о завтрашнем дне, это разные вещи. Это одна сторона вопроса. Но когда здесь говорится о том, что посмотрите на птичек, какая умилительная сценка, летают птички, значит, лирии пахнут, красивые, все, понимаете. И не заботитесь вы, будьте как птицы, как лирии, потому что вы больше, чем птицы и лирии. Звучит красиво. Но вот что за этим стоит? А то, что есть на самом деле, такие люди, которые не заботятся, даже, я не говорю о том, что они терзаются, а даже не заботятся о завтрашнем дне. И если мы не можем понять эти слова и вместить, то это не значит, что нет вообще таких людей. А есть люди, которые, вот, например, даже мы в посту, к примеру. Вот помните, начало поста великого, да? Три дня мы не вкушаем пищу. Вообще по уставу не положено. Три дня. Конечно, не каждый может это, как бы, вытерпеть. Но, тем не менее, есть такие люди, которые не готовят. А если он сам, он вообще не думает, он даже не заботится о завтрашнем дне. Что-что? Вроде нет. Да, вроде делать нечем, понимаете. И вот, когда идет речь о словах Спасителя, то идет речь о какой-то огромной бездне. И почему человек, когда читает Евангелие, то он всегда в разные периоды своей жизни открывает в одних и тех же словах для себя что-то новое. Почему? Потому что он растет. А слова являются неким стимулом для его роста. И поэтому, если мы говорим о том, что вот, а что ж тогда, мы будем в лохмотье ходить? Или там... Да, есть такие люди, которые именно в лохмотье ходят. И знаете, я вам приведу такой замечательный пример из жизни одного старца, который встал однажды на молитву со своим духовным чадом. И вот он молится, отче, благодарю тебя за все то, что ты мне дал. А так, значит, подозрительно смотрит на него его духовное чадо и говорит, отец, мне кажется, ты врешь. А отец говорит, почему? Ты вот благодаришь Бога за все то, что он тебе дал, а он тебе ничего не дал. Он говорит, как ничего не дал? Так действительно удивляется искренний отец духовный. Ну, говорит, ну давай порассуждаем. Духовное чадо. Вот келья, в которой мы с тобой живем. Уже вот 10 лет я с тобой живу. А что мы видим? Вот в том углу протекает, если ты заметил. А там вообще сквозняк. Келья плохая. Одежда, посмотри, во что ты одет? Это разве одеждой можно назвать? А в последний раз кусок хлеба и то, черствый, ты ел несколько дней тому назад. И ты говоришь, что тебе Бог все дал? И тогда отец говорит, знает Бог, что для того, чтобы быть мне смиренным, любящим человеком, нормальным просто человеком, для этого нужна плохая келья, худая ряса и черствый кусок хлеба. За это, говорит, я его благодарю, потому что этим он наградил меня сполна. И вот мы должны понимать, что есть просто разные этапы развития человека. И если мы до чего-то не доросли, то это не значит, что этого не может быть. Довольно для каждого дня своей заботы. И тем более, Господь же говорит в Евангелии Луки 10 глава 7 стих. Господь сказал Адаму еще до грехопадения в раю, чтобы он возделывал рай. Потом сказал после грехопадения, что будешь уже в поте лица добывать хлеб свой. Одним словом, в пользу трудов мы найдем очень много текстов Священного Писания. «Не судите, да не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру и мерите, такую и вам будет быть. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Ибо всякий просящий получает и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который когда сын ему попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона, и так, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». О чем эти слова? Эти слова о том, что если мы, обычные люди, делаем благо, даем хлеб вместо камня, когда нас просят, когда яйцо просят нас, мы даем яйцо, а не скорпиона, «Ток кальми пачи Отец ваш Небесный». Господь как бы дает сравнение. Но неужели вы думаете, что Бог хуже вас, если, конечно, вы вообще верите в его существование? То есть Бог даст благо просящим у него. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь. Ведущие в погибель, и многие идут им». Именно сегодня такой путь предпочитают наши современники. Потому что тесны врата и узок, путь ведущие в жизни. И вот интересные слова. «И немногие находят их». То есть находят. Вот я сегодня говорил о том, что у нас нет озадаченности, озадаченности проблемами своего собственного бытия. Мы порой просто решаем рефлекторно какие-то проблемы, которые по мере поступления. Но у человека должны быть еще вопросы глубинные, касающиеся его вечного бытия. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают из терновника виноград или серебейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но и исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Сиии Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом твой, и он упал, и было падение его великое. И вот последние слова, которые мы сегодня прочитываем в Евангелии. Когда Иисус окончил слова Сиии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Что хотелось бы еще отметить? Отметить хотелось бы следующее, что чудеса для многих являются критерием истинности, праведности, нормативности какой-то духовной. Так вот нужно заметить, что для Бога чудо и изгнание весов не являются признаком святости. Более того, Господь скажет, я даже не знал вас, потому что чудотворцы, это, как правило, те люди, которые убиваются своими возможностями, потому что все им рукоплещут. И как в советские времена говорили, что аплодисменты постепенно переходили в бурные овации. Именно так часто чудотворцы воспринимают тех людей, кому они помогают, не потому что они так сострадательны, а потому что они тщеславные, самолюбивые. И апостол Иуда, как известно, до того, как он предал креста, Господь, зная его суть предательскую, дает ему дар чудотворения. Конечно, как Иоанн Златоуст объясняет, это место, это еще было связано с тем, что тогда было время, когда распространялось слово евангельское, для удостоверения в истинности евангельского слова нужны были чудеса. И они совершались. Поэтому чудо, вернее сказать, обладатель дара чудотворения, он этот дар имеет не для себя, а имеет для кого-то. И следовательно, если кто-то становится чудотворцем на какое-то время, если по нашим молитвам кому-то перестали болеть почки, то это не значит, что с этого момента мы должны открывать офис по чудесам, по лечению почек. Мы должны понять, что чудо никогда не было критерием истинности. Критерием истинности была любовь к Богу и любовь ко всему человечеству, любовь к врагам даже. Только этот человек мог быть сыном Отца Небесного. Кто мог прощать вот в этом истина, в любви. И вот если мы сегодняшний текст резюмируем, то мы придем к следующему выводу. В чем разница закона ветхозаветного и любви, которую предлагает Бог даже к врагам? Опять-таки вернемся уже знакомому образу семьи. И мы поймем, что любовь – это то, к чему стремится каждая нормальная семья. А не к тому, чтобы просто ходить по струнке и отдавать честь под козырек. Наши желания, чтобы была любовь, чтобы было согласие, чтобы было в жизни, как мы говорим, душа в душу. И вот именно вот эту возможность Господь предлагает для людей. Он хочет с человеком жить душа в душу. Сам Бог желает быть больше Отцом, чем Господином, несмотря на то, что Бог является Господом. Но Он хочет быть прежде всего Отцом. И поэтому дает нам молитву Отче наш, чтобы мы, молясь, не забывали о том, кто Он для нас и кем мы должны быть для Него. Ну вот на сегодня мы подошли к концу Нагорной проповеди. Следующее занятие у нас будет об исцелении прокаженного, исцеление слуги Капернаумского сотника, Христос в доме Симона Фарисея, все это в последующих главах, в частности и Евангелие от Матфея. Если какие-то вопросы у Вас есть... А Юнаша благочестивый наследовал... Так же о притчах еще будем говорить. Наследовал Царство Небесное Юнаша благочестивый. Если он не отказался, он же ушел... Дело в том, что в заключении, помните, Господь сказал такие слова, «Тяжело богатому войти в Царство Божие». Но Господь не сказал, что он не вошел. Так он много сделал. Конечно, Господь сказал, что тяжело. А почему тяжело? А потому что человек не сам идет, а у него же еще целый караван, понимаете, добра. А все же это нужно обслужить... Представьте, у человека, у которого огромное имущество. Ведь представляете, какие сложности. Вот это ведь нужно огромное количество забот и внимания. Если это перевести, скажем, имущество в живность. Ну, у него ферма своя. Это что значит? Это нужно вставать с коровами и ложиться с ними. Нужно отдавать всю свою жизнь. Отдавать им не хочется. Не, ну отдавать, конечно, никто не собирается. Привязанность. А вот те добрые дела... А вот те добрые дела... Он же делал добрые дела. Он соблюдал эти заповеди, которые предлагались Ветхим Заветом. Следовательно. Он войдет в Царство Божие. Господь-то ему сказал, спасен. Спасен. Конечно. Значит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он сказал им, вот это сделай. Но понимаете, что, собственно, удивило здесь? Вот о чем еще речь. Господь, когда произнес... Значит, он сказал такие слова. Тяжело богатому войти, значит, в Царство Небесное, в жизнь вечную, как верблюду пройти сквозь игольное ухо. И вот тогда ученики, которые слушали... А кто такие ученики? Это дети Израиля. Это дети Израиля, которые воспитывались на Ветхозаветных законах. На том, что исполнял этот благочестивый юноша богатый. И нужно заметить, что богатство в Ветхом Завете, это было признаком благословения Божия. Это, знаете, как на Украине говорят, если бы ты был мудрым, то ты был бы богатым. Вот. А если бы ты был богатым, то был бы мудрым. Но здесь вот о чем речь. О том, что это был нормативный, благочестивый, ветхозаветный человек. И для Иудея, апостола в том числе, было удивительно. Но кто же тогда может войти в жизнь вечную? И тогда Господь говорит, человеком это невозможно. Богу все возможно. Что это за слова? О чем они говорят? А ветхозаветные праведники входили в жизнь вечную? Да никто ж не входил в жизнь вечную. До сошедствия Христа в ад все праведники уходили в ад. Все праведники. Только через воскресение Спасителя Господь разрушает ад. Почему? Потому что, помните, вследствие грехопадения человек был побежден сатаной. Потому что он послушал сатану, и, как апостол говорит, кто кем побежден, тот тому и равно. И вот завершая уже эту мысль важную, идет речь о том, что как же так? Кто же спасется тогда? И Господь подчеркивает, что в любом случае все возможно только через Спасителя Бога. Но Господь-то ему ответил, что нужно для того, чтобы спастись. Соблюдите заповеди. Но он подчеркнул, если хочешь быть совершенен. Но это все при содействии, опять-таки, Бога. В любом случае. Помните, мы читаем такие слова у апостола, что мы им есть, то есть Богом. То есть есть, существуем и движемся им. То есть в любом случае, значит, мы опираемся на Божью помощь. То есть без Бога человек вообще не может ни спасаться, ни совершенствоваться. Даже просто элементарно жить. А ты между духом свой и в персть возвратятся. То есть человек понимает, что даже дыхание в его ноздьях и биение его сердца в груди, это все присутствие Бога в нашей жизни. Борис, значит, там разные инстанции. Будешь спасен, не будешь заношением. Вот насчет инстанций я не могу вам сказать, Катерина Трофимовна, с такой точностью. Потому что информации не поступало такой в последнее время. И идет речь просто, когда говорится о спасении, то говорит апостол Павел, что они будут спасены, как из огня. Вот представьте себе, падает рукопись и бумага. Ее можно спасти. Она обгорит, понимаете? То есть спасение и вот именно когда человек, да, понимаете, ведь вообще вот если так перевести на бытовой язык вообще, что такое спасение? Ну спасение это всегда, знаете, вот ты вот действительно погибал, ты горел, ты просто вытащил и все. Другое дело, как в той японской притче, когда проходил один человек, видимо, со страдательным сердцем, и когда он услышал какое-то барахтание в болоте, он подумал, что человек нуждается в помощи. Он протянул ему руку, вытащил оттуда. А тот, кого он вытащил, говорит, а зачем ты меня вытащил? Я здесь живу. И понимаете, вот здесь нужно очень четко понимать. Человек подошел с вопросом, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь говорит, вот ты можешь быть спасен, сделаешь вот это. Его все-таки волновала эта проблема. А есть такие люди, которых вообще-то не волнует. А есть такие люди, которые еще озадачиваются вопросом, а как мне можно больше возлюбить Бога? Как мне еще быть совершенным? Понимаете? Есть же разница, когда мы, понимаете, в основном чем занимаемся? Обслуживанием своих мирских дел, а есть люди, которые, понимаете, когда мы спим благополучно дома, они в это время творят все наши бдения на Афоне, к примеру. Понимаете? Есть разница. Есть разница. Поэтому, понимаете, ну и нельзя сказать, что мы, понимаете, совершенно далекие от этого праздника жизни. Господь тоже нам предлагает живите, радуйтесь. Вот. Почему Господь даже сказал, когда о семье рассуждал, то Он сказал такие слова, что могущему вместить путь монашеский, тот и вместит, а кто не может вместить этого, тот и не вместит. Но это не путь всех. Путь монашеский – это путь тех людей, кто смог решиться на этот путь. Спасибо. Спасибо.